Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня продолжим читать письмо 21 из преисподней, посвященной собственности. И чтобы вам легче было войти в курс дела, начну чуть выше того места, где мы прервались. Мысль, которую надо удержать в голове у клиента, сама по себе столь нелепа, что даже мы не сумели бы найти ни слова в ее защиту. Никто не может ни создать, ни присвоить ни единой секунды в реке времени. Она течет помимо воли человека. С тем же успехом он бы мог объявить своей личной собственностью Солнце и Луну. Далее, по идее, клиент должен быть готов всецело служить противнику. Явись перед ним сам противник и призови-ка всецелому служению хоть на один день, ему бы надлежало повиноваться. Немалым облегчением для него было бы, окажись в этот день его обязанностью всего только слушать болтовню неразумной женщины. А получил он к тому же полчаса на отдых, то был бы даже разочарован такой поблажкой. И если твой клиент призадумывается о своем праве собственности на течение времени, то, как бы ни был он глуп, с неизбежностью обнаружить точно такое же положение дела день за днем. Следовательно, стараясь удержать эту мысль у него в голове, ни в коем случае нельзя предлагать ему никаких положительных доводов. Их нет. Твоя задача – глушить рассудок, не подпускать его к сути дела, ставь вокруг дымовую завесу погуще, чтобы в центре оставалось это чувство собственности, немое, неявное, властное. Вообще говоря, чувство собственности нам всегда впрок. Люди то и дело заявляют такие права собственности, что потеха бывает и на небе, и в аду. Надо поощрять такую склонность. В наше время нередко отказываются от полового воздержания, вообразив себе право собственности на свое тело, на это неизведанное и ненадежное жилище, где бурлит энергия, сотворившая миры, куда человек попадает и откуда выселяется не по своей воле. Это как если бы монарх, из любви к своему маленькому сыну, объявил его номинальным сеньором какой-нибудь провинции со своими мудрыми правителями, а тот, ребенок, вообразил бы, что может распоряжаться городами, лесами и нивами, словно кубиками у себя в детской. Материалом для такого чувства нам служит не только гордость, но и недомыслие. Мы скрываем от людей, как меняется смысл притяжательного местоимения, в зависимости от предмета, начиная с моих туфель, к моей собаке, моей прислуге, моей жене, моему отцу, моему владыке, моей стране и вплоть до моего Бога. Можно внушить им, что смысл всегда один и тот же, смысл моих туфель, смысл собственности. Доброй вам ночи. До следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова